С работы домой мужчина вернулся с тяжелым грузом на спине. После небольшого апгрейда самокат должен был заменить ему автомобиль, доставлять до места работы. Утром я шел с работы домой, попустил, убирался. Увидел на Ольской улице, на пресечении соборной, самокат лежит на свальце. Но я посмотрел, колеса посмотрел, перед ней не крутится, никого нет. Ну и взял себе для лишних целей. Домой потасил его, думаю, сделаю и буду на работу ездить на нем. Уже вечером гражданин был задержан и доставлен в Орский отдел полиции. Похищенное имущество стоимостью 14,5 тысячи рублей изъято. По подозрению в краже самоката с улицы Волжской города Саратово в первый отдел полиции был доставлен гражданин 1963 года рождения. Мужчина дал признательные показания и рассказал, что имущество, принадлежащее индивидуальному предпринимателю, похитил для личного использования. По данному факту отделом дознания возбуждено уголовное дело, предусмотренное частью 1 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации. Таких точек проката в городе десятки, но самокаты полюбили не только добропорядочные граждане. Случаи, когда двухколесный транспорт забирали с целью наживы, уже были. Однако такая, как некоторым кажется, легкая добыча обязательно вернется на свое законное место. В самом самокате стоят несколько GPS-трекеров, которые позволяют его отследить в любом случае. Были уже несколько прецедентов, когда люди получали уголовную ответственность. И ради самоката, мне кажется, этого делать абсолютно не стоит. В отношении раннесудимого гражданина избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет. Эллада Бжалимова, Андрей Багаев, дежурная часть, Саратов.